здравствуйте сегодня вторник 29 декабря 2009 года и рынок подбросил нам интересное событие а именно очень похоже на трендовое движение по падению доллара вот соответственно рост всех остальных мажоров против доллара я здесь использую несколько индикаторов как свои индикаторы которые рисуют мне вот такие вот уровни свой индикатор это уровень уровней экстремумов я работаю по теории экстремумом собственной в общем-то практически также использую индикатор форекс волюбру молодцы ребята сделали элементарные вещи как минимум видим уровень контракта то есть не надо никуда лезть и вырыться искать его смотреть на каких-то сайтах вот вот эти вот промежуточные локальные объемы этот индикатор тоже отрисовывают но они в принципе и так видны для тех людей которые проходили теорию объема вот вот здесь эти уровни 1 уровень 2 вот этот уровень 3 из как бы если бы это можно было отключить то я бы это отключил достаточно видеть уровне контракта вот эти вот уровне каких-то предыдущих недель объем одной из предыдущих недель возвращаемся к нашим бараном такой ситуации в принципе не заметить трендовое движение достаточно сложно вот но основная ошибка которую в общем то мы все в основном совершаем это превышение 1 лота да то есть как мы входим полностью чуть ли не всем всем что имеем в это трендовое движение потом на первом же мощном откате нас выбивает мы вынуждены закрыть поэтому я рекомендую пользоваться какими-то схемами которые позволяют вам видеть какую какую часть депозита вы рискуете соответственно не больше десяти процентов я рекомендую даже по трендовое движение вот и наращивать эту цифру можно только после перевода в безудота то есть любом случае вы не должны рисковать рисковать суммы больше чем 10 процентов депозита по любому даже самое крупному движению относительно цели движения в этом в этот раз мы видим что по моей системе по фунту по по евро это еще где-то в районе 280 сети 300 пунктов движения стоп можно ставить за уровнем контракта вот 40 и 40 текущий контракт где-то 40-40 можно 43 там 30 ставить стоп ну хотя вот даже вот за это свечой уже что стопа достаточно потому что если это трендовое движение то она будет проходить так же как это видите не задевая предыдущие хай в данном случае лоу то есть будет эти движения 1 1 1 1 1 и так далее вот этот уровень планирую приход этой цены ваш 4 это будет более точно можно посмотреть как отрабатывают мне индикаторы вот эти вот уровни скопления да это то куда идет цена это данном случае 400 пунктов промежуточные уровни это уровень вот этот вот это в случае сегодня будет 40 пунктов потом 140 300 500 650 и так далее в эту цену мы конечно же придем это вопрос только времени тоже без фанатизма так смотрим дальше по фунту движение по фунту но по фунту ситуация похуже и будет на находимся ниже контракта движения ниже контракт на бане желательно но с учетом общего тренда как бы мы идем как минимум в сторону контракта это 240 пунктов это 162 34 это тот уровень в котором мы должны прийти в любом случае или отолгнуться от него пойти вниз дальше сюда или закрепиться за ними пойти вверх дальше сюда видите какое количество пунктов более чем личные да то есть это ближайшая цель это минимум 240 пунктов движения если тренд подтвердится мы здесь не угадываем ничего да но если тренд подтвердится то направление будет уже вот то которое я сказал и не на этой цели значит здесь не самый лучший вариант потому что вот мы уже пришли в уровень предыдущего экстрема здесь возможно общем то сня достаточно длительную даже возможно откат но мы находимся выше уровня контракта это уже очень хорошо это подтверждает трендовое движение абсолютно спокойно можно входить уже на бой со стопиком где-то вот здесь порядка 80 пунктов ступа а цели наши где-то в районе вот это 240 240 270 пунктов движения тоже самое что в новозеландце доллар канада начал эту заварушку одним из первых здесь нехорошо потому что мы уже пришли цель да по h4 мы уже находимся на цели вот эта цель она может нас очень сильно стопорит но опять же мы находимся значительно ниже контракт значительно ниже уровень предыдущих недель до и поэтому можно переходить на уровень d1 и смотреть какие цели нас ждут по d1 с канадцем с канадцем по d1 у нас еще движение минимум 100 где-то пунктов 100 200 пунктов движения у нас возможно по канадцу это промежуточные цели такие локальные экстремумы они чаще всего пробиваются до вот этого дела все на сегодня всем удачи и берегите свои депозиты